Радки несанкционированных свалок ликвидируют на востоке страны. С территорий городов и районов уже вывезено больше 5000 кубометров твердых бытовых и строительных отходов. В формате акции «Таза. Казахстан» за порядком следят выездные рабочие группы, экологов, полицейских и общественников. На картах фиксируют точные координаты мест загрязнений для оперативной расчистки мусорных завалов. В плановом эко-рейде побывал Вячеслав Фитлогин. Люди начинают писать. Такой-то адрес, такой-то адрес, там мусор, там мусор. Где-то фото скидывают, где-то видео скидывают. В общем, люди просят, вот, карта, отмечаем точки. Общественник Роман Меженин – гид по местам несанкционированных свалок. На его странице в соцсетях горожане стабильно публикуют фото, видео и координаты загрязненных территорий. Поэтому по маршрутам Романа движется вереница машин экологов и полицейских. Если в центре Усть-Каменогорска в формате акции «Таза. Казахстан» удалось ликвидировать, несанкционированные свалки, то городские окраины еще на очереди. Как мы видим, в пригородах еще очень много точек сброса твердых бытовых отходов. В дачном массиве Усть-Каменогорска на берегу Иртыша экоактивисты обнаружили баррикады из строительного мусора. Местоположение свалки экологические инспекторы фиксируют. Данные уже сегодня отправят в городской Акимат для принятия неотложных мер. Сейчас сделаем акт обследования, где будем указывать точные координаты, чтобы в дальнейшем направить местные исполнительные органы и письмо для ликвидации данных свалок. По итогам недельных рейдов в очереди на устранение десятки нелегальных свалок, строительных и твердых бытовых отходов. Где-то более 10 точек было установлено. Есть сроки ликвидации свалок. То есть по мере ликвидации местные исполнительные органы представляют материалы, что вот ликвидировано. Коммунальные службы должны отчитаться о выполненных работах. Если замусоренные участки не расчистят, ответственные чиновники рискуют получить административные штрафы. Отвечать придется за себя и за некоторых безответственных горожан. Было выведено более 30 несанкционированных свалок в объеме 2900 кубических метров. На данный момент работа продолжается. Мы составляем списки совместно с центрами территориальных управлений и также с ЖКХ. И потом выводим несанкционированные свалки. Сотни работников коммунальных служб по сути работают за тех, кто не желает экологично утилизировать ТБО. На востоке страны уже разобрали 150 гигантских стихийных свалок. Оценивая ситуацию, эко-волонтеры, как никто другой, понимают, что чисто там, где не мусорят. Вячеслав Витлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова